МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Меня зовут Рипалов Татьяна Дмитриевна. И мы продолжаем изучать с вами русский язык. Сегодня на уроке мы вспомним, что такое тема и идея текста. Мы продолжим с вами беседовать о школе, о дружбе. Прочитаем отрывок из повести Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Обсудим его. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в школе вы не только учитесь, но и общаетесь и рассуждаете различные темы. А что такое, по вашему мнению, дружба? Дружба – это когда люди хотят быть вместе, когда они интересуют друг друга, доверяют друг другу. Вот о настоящей дружбе, об обязанностях учеников мы сегодня и поговорим на уроке. А теперь я предлагаю вам послушать отрывок из произведений Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Следите по слайдам. Когда вы будете слушать, подумайте, понравился ли вам Костя Шишкин. Костя Шишкин после посещения цирка решил стать акробатом. А акробатам, по мнению Кости, незачем ходить в школу и учить уроки. Его друг Витя Малеев говорил, что Шишкин болен. Так как я всем говорил в школе, что Шишкин болен, то ребята из нашего класса решили навестить больного товарища. Я испугался и сразу же после уроков помчался к Шишкину, чтобы предупредить его. Прибегаю к нему. Ложись скорее в постель. Зачем? Но ты ведь болен? Как болен? Да я ведь всем говорил в школе, что ты болен. Сам ведь просил. А сейчас вот к тебе ребята придут. Да что ты? Тут он быстро лег в постель, как был в одежде в ботинках, и накрылся одеялом. Что же мне сказать ребятам? Спрашивает. Скажи, что болен. Вскоре пришли ребята. Давайте разберемся в этом отрывке. Почему Костя перестал ходить в школу? Костя перестал ходить в школу, потому что он думал, что акробатам не обязательно учиться. Почему ребята решили прийти к Косте? Ребята думали, что Костя болеет. Продолжаем читать дальше. Следите, пожалуйста, по слайдам. Вскоре пришли ребята. Здравствуй, Шишкин. Здравствуйте, ребята, говорит он. А голос у него такой слабый-слабый, как у настоящего больного. Вот зашли тебя навесить, сказал Юра. Спасибо, ребята, садитесь. Ну, как ты себя чувствуешь? Спросил Ваня. Да так, лежишь? Лежу, вот. Скучно тебе? Небось, лежать все время, спрашивает Леня. Скучно. Ты один весь день? Один. Мама на работе, тетя в училище. Мы теперь будем ходить к тебе почаще. Ты извини, что мы не приходили. Думали, ты скоро выздоровеешь и сам придешь. Ничего, ребята, ко мне Витя каждый день приходит. Мы к тебе тоже будем каждый день приходить. Хочешь? Предложил Слава. А об уроках не беспокойся. Вот начнешь поправляться, мы тебе будем помогать учиться. Ты нагонишь. Давайте вместе поразмышляем над отрывком. О чем говорили ребята с Шишкиным? Ребята спросили, как Шишкин себя чувствует. И сказали, что ему, наверное, скучно лежать в постели все время. Что они обещали больному другу? Они обещали больному другу почаще приходить. Как вы оцениваете поступок Витя и Кости? Я думаю, вы согласитесь со мной, что мальчики поступили неправильно, потому что обманули ребят. Читаем следующий отрывок. Следите, пожалуйста, по слайдам. Ну, ребята, говорю, он пока еще слабый, так что вы идите. Ребята стали прощаться. До свидания, Костя. Выздоравливай, поправляйся. Мы к тебе завтра зайдем. Ребята ушли. Шишкин скачал с постели и запрыгал по комнате. Вот как хорошо все вышло, закричал он. Никто не догадался. Все в порядке. Ну, нечего радоваться, сказал я. Я решил сегодня с тобой в последний раз поговорить. Если ты завтра не придешь в школу, то я сам скажу Ольге Николаевне, что ты не больной вовсе. Зачем, удивился Костя, за тем, что тебе надо учиться, а не гулять. Все равно из тебя никакого акробата не выйдет. Почему не выйдет? Посмотри, как я уже научился вверх ногами стоять. Он подошел к стене и стал вверх ногами. Тут отворилась дверь и вошел Леня. Послушай, говорит, я тут свои перчатки забыл. А ты чего это вверх ногами стоишь? Шишкин вскочил на ноги. Так вот, какой ты больной, воскликнул Леня. Честное слово, больной, руки-ноги болят, сказал Шишкин и покраснел, как рак. Ну не ври, не ври. И когда ты успел одеться? Ты, значит, одетый в постели лежал? В это время в коридоре послышались чьи-то шаги. И в комнату вошли Ваня, Юра, а за ними остальные ребята. Шишкин ведь совсем не болен, сказал Леня. Вхожу, а он тут вверх ногами стоит. Что же это такое, заговорили ребята. Зачем ты нас за нос водишь? Это я так, просто, ребята, я пошутил, сказал Шишкин. Что это еще за шутки такие? Я вам все расскажу, ребята. Только вы не сердитесь. Я не хотел обманывать вас. Просто я решил циркачом стать. По-моему, ребята, он пускает пыль в глаза, сказал Игорь. Пусть перестанет выдумывать и явится завтра в школу. А если завтра же не явится, мы скажем Ольге Николаевне, заявил Юра. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ну и будете ябеды. Не будем, сказал Юра. Раз мы предупредили тебя, значит, не ябеды. Вот попробуй не приди завтра в школу, тогда узнаешь, сказал Игорь. Нечего тебе гулять. Учиться надо. Учение свет, а не учение тьма. Давайте порассуждаем. Когда ребята узнали, что Костя их обманывал, они сказали, что он пускает пыль в глаза. Как вы понимаете эти слова? Эти слова обозначают обманывать кого-то для того, чтобы показать себя лучше, чем есть ты на самом деле. В тексте есть еще один фразеологизм, который очень близок по смыслу. Водить за нос. То есть обманывать кого-то. Действительно, Костя обманывал ребят. Когда они об этом узнали, какое приняли решение? Почему они вспомнили по словесу «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». В чем ее смысл? Ребята решили, что если Костя не придет на следующий день в школу, то они расскажут учительнице, что он не болеет, а обманывает всех. Смысл пословицы заключается в том, что лучше говорить правду, даже если она неприятная, и быть честным, чем скрывать что-то и врать. Вы согласны с решением, ребят? Как бы вы поступили на их месте? Подумайте над этим. Это будет вашим индивидуальным заданием. Чтобы вы посоветовали Косте, который решил стать акробатом, какой смысл пословицы «учение свет, а не учение тьма»? Возможный ответ. Чтобы стать акробатом, ему надо заниматься спортом, но и учиться, потому что без учебы человек не может ничего добиться в жизни. Если я вас спрошу, о чем говорилось в этом тексте, вы наверняка расскажете о том, что Костя притворился больным. Не ходил в школу, а его друзья, которые пришли навестить его, узнали, что он обманывал их. Что меня интересовало в данном случае? Тема – это то, о чем говорится в тексте. Тема часто отражена в названии, в заголовке текста или всей книге. Например, Витя Малеев в школе и дома. Мы сразу можем догадаться, что в этой книге рассказывается о мальчике Вите, о его жизни в школе и в свободное время. Но кроме темы, в каждом тексте есть и идея. Из уроков родного языка вспомните, что такое идея. Идея – это основная мысль текста, то, о чем хотел сказать автор. В названии текста можно быть тоже отражена идея. Какая идея текста, который мы прочитали, о чем хотел сказать автор? Идея этого текста заключается в тех двух пословицах, о которых мы с вами говорили. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Учение – свет, а не учение – тьма. Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Сегодня на уроке мы познакомились с содержанием текста Николая Носова Витя Малеев «Школе и дома». Ответили на вопросы по содержанию текста. Объяснили фразеологизмы. Узнали, что такое тема и идея текста. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...